В более пожилом возрасте гипотиреоз встречается чаще и чаще. И поэтому, когда мы говорим, что с возрастом стало ленивое, сомливое, на диванчике бы полежать, ничего бы не делать, никак не двигаться, это тоже отчасти и подсказание гипотиреоза. Признаки патологии щитовидной железы? На что обратить внимание пациенту? Какие необходимо проходить исследования? Как вести себя, если после вирусной инфекции появились признаки гипотиреоза? Воспаление щитовидной железы, рассказала заведующая Центром здоровья Щелковской больницы, врач высшей категории Татьяна Колосова и напомнила о важности регулярной проверки здоровья. Сделать это можно бесплатно в Центре здоровья Щелковской больницы по адресу улица Заводская, дом 4. Идейно я хотела сказать спасибо Татьяне Петровне. Она мне в этой жизни очень хорошо помогла. Когда я приехала в медицинский центр в Щелково, она мне подсказала по поводу глаз. Именно она мне подала руку, протянула. И у меня все очень хорошо. В Центре здоровья осуществляется комплексное обследование организма. В комплексное обследование входит электрокардиограмма компьютерная, спирометрия – это исследование функций внешнего дыхания, антропометрия – это рост, вес, индекс массы тела и так далее, сахар крови мы проверяем, проводим рефрактометрию – это исследование глаза, внутриглазное давление измеряем, ну естественно контролируем артериальное давление, пульсоксиметрию. Позаботиться о своем здоровье и записаться на обследование можно по направлению врача или самостоятельно по номеру телефона, который вы видите на экране.